Американец, покушавшийся на Рональда Рейгана, может выйти на свободу. Джон Хинкли-младший известен тем, что стрелял в президента США 30 марта 1981 года. Он провел в психиатрической клинике 30 лет и теперь подает прошение об амнистии. В результате выстрела Хинкли 34 года назад президент Рейган, выходя из отеля, был ранен в грудь. Куля едва не попала в сердце, застряв в легком. Кроме президента тогда были сильно ранены пресс-секретарь Белого дома, агент секретной службы и полицейский. Жюри присяжных признала Хинкли невиновным по причине психической невменяемости. Несколько лет назад медики констатировали, что депрессия и болезнь преступника находятся в ремиссии, что он не представляет угрозы для окружающих. На протяжении последнего года он проводил большую часть времени, 17 дней в месяц, в доме своей матери Вирджинии. Теперь 59-летний Хинкли добивается полного освобождения. Сторона обвинения выступает категорически против. Известно, что несколько лет назад Хинкли дважды обманывал персонал психиатрической клиники. Он говорил, что был в кино, а на самом деле ходил в книжный магазин, где просматривал книги о президенте Рейгене и о своем покушении на него. Прошение Джона Хинкли-младшего будет рассмотрено до... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Казахстан. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...